Дом 196 на улице Ленинской. Здесь еще в апреле начали капремонт системы тепла и электроснабжения. Работы идут нерегулярно, а жители боятся, что к отопительному сезону завершить их не успеют. Текущие проблемы капремонта сегодня разбирали на рабочем совещании Народного фронта. Главная тема – как усовершенствовать программу капремонта. Очень приятно, что после наших общественных предложений, нашего последнего совещания, фонд капитального ремонта стал более открыт для жителей. Стало, честно скажу, меньше нареканий к деятельности фонда капитального ремонта среди жителей. Одно из предложений – упростить процедуру изменения вида работ. Сейчас, если жители захотят починить не крышу, а, допустим, фасад, в комиссию необходимо будет предоставить несколько документов – протокол, заключение и справку о собираемости взносов за капремонт. Хотел бы предложить такой вариант, что если люди хотят изменить вид работы, вот эта справка не нужна. Учитывалось. Почему? Потому что вид работ – это то, что действительно люди хотят изменить. И одна от собираемости, наверное, никак не зависит. Сейчас в Самаре капремонты требуют 740 домов. Больше, чем на половине из них идут работы. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.